На последней сессии Нарвского городского собрания бурно обсуждался вопрос о создании в городе школы по интересам для гимназистов. В своем докладе председатель городского собрания Александр Ефимов напомнил ситуацию о переходе на эстонский язык обучения в гимназических классах, о том, как Нарва обращалась к правительству с ходатайством предоставить учащимся возможность выбирать, на каком языке получать образование. Город получил отказ, после чего возникла идея создать в Нарве частную русскую гимназию, однако это осуществить не получилось. Это сейчас единственная возможность, и она реальная такая возможность, чтобы дать детям дополнительное обучение на русском языке по тем предметам, которые они не смогли на русском языке получить в муниципальной школе. Обязанностями города по этому проекту договора являются предоставление помещений для привлечения учебных занятий, предоставление роботехники, офисной и учебной мебели, производство оплаты коммунальных услуг за помещение, обеспечение оплаты труда преподавательского и технического персонала, обеспечение рекламной и информационной поддержки, своевременное производство необходимых финансовых расчетов. Обязанностями будущего партнера города института Пушкина по договору является составление программы обучения по предметам на русском языке. Прежде всего это математика, потому что по математике будет государственный экзамен в гимназии, требования к этому экзамену очень высокие, очень сложные, и дополнительные занятия по математике детям просто необходимы. Целью договора и вот этих обязанностей является создание в Нарве школы дополнительного обучения на русском языке, школы по интересам для обеспечения участия в Нарвии школы, гимназии, дополнительными, внеурочными часами поточным и гуманитарным бюджетам. Целью повышения качества обучения, повышения школьной успеваемости, повышения конкурентоспособности на рынке труда. Необходимо сказать о тех планах, которые строились, и о том, что будет дальше после этого решения. Значит, помещения. Какие это могли бы быть помещения? Сейчас в бывшей 12-й школе, в правой школе, до конца марта освобождаются 4 помещения, которые сейчас арендуют, по-моему, эстонско-американская бизнес-академия. То есть они освобождаются и просто будут пустовать. В то же время город Нарвии несет все коммунальные расходы по этому зданию. Помещения, в принципе, они с мебелью. Они готовы к учебному процессу. Возможно, потребуются на отдельных помещениях какие-то косметические работы. Также предполагается, что это будет не основная работа педагогов. И мне надо для этого прекращать работу в муниципальных школах и гимназиях, так как работа в этой школе будет происходить по вечерам. Это дополнительное обучение, так же, как и все школы по интересам. И по выходным дням. Поэтому это дополнительное обучение для учеников и дополнительная работа для педагогов. Как я уже сказал, что прежде всего это математика. И если еще раз говорю, что будут потребности, то и другие предметы. Ну и что касается финансирования, наверняка этот вопрос тоже волнует. Это тоже будет задан. Посчитано, что предполагается открыть эту школу с 1 сентября 2013 года. В этом году уже, да. И посчитано, что на 4 месяца этого года, сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, на 4 месяца при 5 полных ставок старшего учителя, при ставке секретаря и уборщицы терезовхоза, необходимо чуть больше 26 тысяч евро. Это максимум посчитано, потому что для 5 ставок допускают, что со дня открытия так много может быть ставок и не будет. Но посчитано специально максимум, потому что, когда окажется, что нужно меньше, это легче, чем увеличение каких-то слов. Что можно сказать? Ведь русский язык востребован сегодня во всем мире. Во всем мире. И пытаются его изучать везде. Кроме, как у нас в Эстонии. Почему-то такое негативное отношение к языку в Эстонии. Но это началось уже давно. И с гражданством, и с образованием, и теперь обучение 60% только на эстонском языке. И почему так? Да, центристская фракция пытается помочь русскоговорящим детям, помочь их родителям получить нормальные, добрые, хорошие знания на русском, родном языке. То, что они должны учить эстонский язык, ведь никто об этом даже словом не обмолвался. Конечно, должны, если мы проживаем здесь, в эстонском государстве. Конечно, тем более молодые люди, они должны знать эстонский язык здесь проживания. Но то, что такие сложные предметы преподавать для них на иностранном языке, я считаю, это неправильно. И здесь никого, никто загонять не будет в эту школу по интересам. Никто загонять не будет. Дети сами решат, вместе со своими родителями, нужно ли ему дополнительное знание по математике, по физике, по химии, может быть, по русскому языку, по эстонскому языку, в зависимости от того, какие будут предложения, будут созданы такие группы. Почему это плохо? Почему вот эта школа по интересам, получая дополнительные знания на своем родном языке, она будет оказывать какое-то негативное воздействие и на родителей, и на окружающих. Дети станут умнее. Дети смогут поступать не только в вузы эстонии, но и в российские вузы. Я все не секрет, что очень любят наши школы, наши опыты учителей. Такая вещь, как языковая эстония. Очень часто она проверяет, пишет предписания, и многие наши учителя, кто не владеет языком на В2, С1, они уже сомневаются, когда они работают на пенсии, или чем они могут заниматься после пенсии. Второй момент. Наши дети. Программа образования в нашей республике, к сожалению, постоянно меняется. Нет, наверное, ни одного за последнее время ученика, который начал бы учиться по новой программе с первого класса и закончил бы по 12 класса. Несколько раз за время обучения программа меняется, и особенно по математике. И вот с 2014 года в нашей республике вводится новая система государственного социального. Система предполагает, что будут сдавать всего три экзамена. Эстонский, английский и математику. Набрать надо 50 баллов. А математику кто-то выбирал по лёгкому курсу, кто-то выбирал её когда-то по сложному курсу, у кого-то вообще она была не профильный предмет, он думал, что химию или физику будете давать. И наступает время, когда мы должны побочь своим действиям. И вот с этой идеей о том, что должна быть такая школа, заполнительная. Ведь обратились и учителя в том числе. Те учителя, которые переживают за реальные вещи, которые могут произойти с нашими детьми. Мы можем прийти к тому, что у нас на следующий год может быть обвал, когда очень много детей не смогут сдать математику на 50 баллов. Почему для них не создать условия? Это нормально. Здесь спрашивали, а хотят ли ученики? Это такая же школа по интересам. Это его право вечером или в субботу и воскресенье заниматься. Он бегает по репетиторам, но зато сейчас он пойдёт и будет заниматься в нормальном условии по утверждённой программе, где ему помогут преодолеть все эти недостатки, которые сегодня у него есть в этом предмете или в других предметах. Следующий момент. Это школа, которая будет востребована. Я работаю в молодёжном центре. Я пришла, меня спрашивают, что вы решаете. Я у детей, у нас много взрослых, я спрашиваю. Сутерин будет там вести математику. Пойдёте? Из восьми человек шесть говорят. Да. Потому что это имя. Мы туда пойдём. Мы знаем, что нам математика понадобится. Почему мы не хотим нашим детям помочь взрослым ученикам, помочь стать конкурентоспособными и при поступлении в ВУЗы? Даже те, кто не будет потом сдавать математику, может им 50 баллов давать, и 90 ему не надо. Они будут сдавать теперь в ВУЗы тест в новом уровне, где много вопросов и по математике в том числе. Мне кажется, что мы должны пойти сейчас на те желания, которые есть. Что касается института Пушкина? Могла быть другая схема. Но вопрос русской гимназии показал. Не так просто надо что-то сделать для своих детей, потому что очень не хочется, чтобы наши дети были конкурентоспособными. Их очень много учится в ВУЗах. Но почему не сделать так, чтобы их там стало меньше? Хороший способ. Давайте вообще всё, что можно, уничтожим. Вовремя пришёл институт Пушкина. Это, кстати, очень надёжный подход. Нормальный партнёр, известный в городе. Пусть будет. Пусть попробуют. Что касается МТЮ, у нас масса примеров, когда мы сотрудничаем с МТЮ, покупаем у них услуги. В городе отработанная система выделения средств, отчётов и так далее. Здесь есть несколько депутатов в зале, которые могут рассказать, как они решают те задачи, которые перед ними ставят город. Я считаю, что мы должны это решение поддержать. Оно абсолютно разумное, приемлемое. Да, работы будет много. У отдела культуры будет много работы. У учителей, которые там согласятся, будет много работы. Но это делается всё во имя детей. И у меня ещё есть, господин-председатель, предложение по этому вопросу повести по именному персоналу. Занятия в школе по интересам будут вести нарвские преподаватели. Известно, что математику в данной школе будет преподавать учитель математики Александр Сутырин. Имена других педагогов пока неизвестны. Платить за работу в новой школе по интересам преподавателям будут по расценкам учителей государственных школ. Плата за обучение будет равна минимальной ставке школ по интересам около 3-5 евро. Она будет доходом МТЮ, Пушкин-институт, который падёт на оплату различных внутренних расходов. После долгого обсуждения вопрос заключения договора с сталинским некоммерческим объединением был единогласно принят членами коалиции, а оппозиция отказалась принимать участие в голосовании. Мне непонятно, почему нельзя всё же рассмотреть вопрос организации на школу обучения в каждой школе, в МТТ. Это была бы экономия средств, было бы удобнее людям, удобнее ученикам. Почему мы создаём какую-то прокладку, тем более компания МТЮ, вернее, из нас, приезжают сюда и будут нанимать наших учителей и обучать наших детей. Хотя наши школы-директора могут совершенно спокойно организовать точно такое же фубликативное обучение. Вы знаете, просто интересно, зачем брать, вот просто задаю всё время вопрос, создали какую-то школу по интересам. Но извините, зачем брать из школ грамотных, хороших, нормальных учителей, которые отдадут сначала большую часть времени в основной школе, потом бедные, уставшие, они и так много работают, и ничего тут не скажешь. Я не сомневаюсь, что господин Сутырин, и все мы прекрасно знаем, что это лучший учитель математики и физики, и вдруг он ещё и в эту школу пойдёт. Да какой же он бедный, несчастный будет человек, если он пойдёт. Я не сомневаюсь, что его уговаривают. Правильно, его в конце концов убедили. Но самое интересное, что школа должна была как бы МТЮ, это русского языка. А оказывается, у нас будут физика, химия, история главными, а русский язык будет поскольку-поскольку. Поэтому даже интересно, почему же МТЮ русского языка обратилась в Нарву, и вдруг создаётся вот такая картина. Всё это как-то очень унистие. Спасибо за внимание.